Вести с полей Низ фотографии покажу из своего сада, это называется Вести с полей, как раньше была такая рубрика. Это начинают восстанавливаться мои персики. Вот это вот привитый персик восстанавливается, а это непривитый персик восстанавливается. Непривитые пострадали капитально, но первую зиму выдержали, я даже удивился, а вторую подряд все-таки, они уже были подпорчены. Ну что есть, то есть. Мне человек 10 уже вопросов только за последний месяц задало, будут ли кости персиков. Ну был год, когда 1700 косточек рассылал персики из баловства. Удивили правда черешни, видите. И в этом году озверели птицы, много косточек черешни не будет. Озверели, вот полукрасные еще зеленые начали грызть. Вот так выглядит один из моих абрикосов, это самый сладкий сын манджорца. Почему он растет в бок, рядом мощное дерево. Это уссурийская груша, тоже мощное дерево. И ей не хватало солнца, та со стороны юга, и она начала отклоняться. Это нормальное явление, кроме того, что не урухлит ли однажды, потому что урожай сумасшедший. На ней вот сейчас, если у вас есть возможность поглядеться, на ней висит ветер 10. Это самый сладкий манджорец. Есть совершенно несъедобные, а это самый сладкий. А почему я показываю? Вот. Останется самый сладкий. Вот так и будет у меня звучать, допустим. Сын манджорца сладкий. Вот. Но у меня было такое, помните тот самый яркий, ярко такой, аж ярче не бывает абрикос один год, но второй год он стал плодой 2 раза крупнее. Это сеянец тоже. Плоды стали 2 раза крупнее, зато стал желтый. То есть, поэтому, кстати, Юрий Васильевич Брюшкин сказал, кому достанутся его косточки, только это поколение самое ценное для селекции. Вот это у меня молодежь. А этот абрикос, ну тут костик немного, несколько сотен будет. Оно как-то еще не все дерево тут. Самый ранний плодный. Теперь смотрите. Какая-то учебная фотография. Значит, здесь довольно крутой склон. Видите, вот он вот так идет, если приглядеться. Он на западный склон. Западный склон едва ли не важнее южного. То есть, после обеда солнце бьет сюда. И вот что получается. У меня частично урожает погиб, частично цветы, из-за заморозков. Каждый год ну куда денешься. Вот. В этот раз наоборот получилось. У меня те, которые раньше зацвели, раньше отцвели, они под заморозок-то и не попали. Вот у тебя вопрос был. Если завязались плоды, опасны заморозки. Уже не так. И это южный склон. Поэтому, все раз говорю, хорошо у кого есть два склона. Южный тире северный или восточный, он холодный считается. И западный. Почему? Потому что один год бывает так, другой этак. В этом году наоборот получилось. Казалось бы, мы стараемся, чтобы абрикосы попозже плоды носили. А он возьми в этом году, которые позже зацвели и попали под заморозок у меня. Вот смотрите. Вот это Фаина. Сравните. Они одного года. Вот это вот сын Маджорса. Вот это Фаина. Видите? Вот плоды. Сколько их тут? Десяток, да? А этот уже на ровном месте. Ну то есть не ровный, но этот ровнее. В таких случаях рамки в руках будут вести себя так, как надо. Вот. Научу ее, как отключать сознание, для того, чтобы рамки могли работать в автоматическом режиме. И вот вы видите, на переднем плане здесь росла груша. Целый фильм снимал. С рамками ходил. Так. Вот. Здесь я научу владеть рамками. Садовод. Профессиональный садовод. Он должен владеть рамками. Основа основа. Везде, где трещины в земной коре, оттуда идет излучение. Как правило, губительное. Губительное для людей. Большинство больных раком это то самое. Только об этом наука знать не хочет. Самое страшное было именно в этой вот этой вот невежестве, которая... Продолжение следует...